Магия В хорошем смысле этого слова С магией очень хорошо связано Вот мы берем карту императора Вы вообще с магией связаны сами по себе Расскажите немножко про вашу магию И про карты, собственно говоря В этом эквиваленте Я попал в магическую группу, когда мне было 13 лет Я не отдавал себе отчета, что происходит Я не буду там рассказывать историю Потому что история достаточно Скользкая Так Но я туда попал Сейчас, если бы мне это предложили Вот я даже не знаю, согласился бы я или нет Зная все то, что было Зная, что было Как это все было Магия это очень весело и интересно Но магия это ужасно опасно Ну-ка, расскажите вот эту историю Да, хорошая история Ой, нет, эту нет Скажу другую историю Вот так всегда Скажи-ка тебе, девять недаром 13 лет, да В восьмом классе я уже что-то умел И вот с моей мамой случается неприятность Она врач Умирает женщина Так И мама обвиняет в том, что это она виновата Ого Один из элементов, который я тогда отрабатывал Это было ясновидением Я... Она в панике То есть она просто теряет разум Она не понимает, что происходит Что ей делать Ну все, вот она Но она знает, что я занимаюсь И это огромная благодарность моим родителям Они не препятствовали Семьдесят восьмой год Да Это... Комсополы, пионеры и все дела Да Вы были вообще... Ну конечно, я всем был Я даже членом... Кандидатом члены КПСС был И был проторгом школы Что является, кстати, нарушением устава Но тем не менее Был такой эпизод у меня в биографии Так Вот Я делаю свои магические штучки И говорю Мама У тебя в историю болезни Ну, в смысле этой тетки Вклеены листы Написанные твоим почерком Но не твоей рукой Ух, вот так То есть, а откуда вы это взяли? Ну, я сделал сеанс Я вошел в контакт с силами С которыми я курировал Которые меня курировали в тот момент Да И они мне дали такой ответ Я им заплатил за эту работу Ничего страшного Обычные, легкие Пару жертв человечества Да, пару жертв Вот Мама требует графологическую экспертизу И такие находят Находят человека Который сделал ошибку И чтобы прикрыть себя Он подставляет мою мамочку Вот, пожалуйста Такая легкая, веселая жизнь у нас с манией Поэтому мания Это такая вещь Она может тебе не пригодиться За всю твою жизнь Ни разом просто Но Это вот как с ножом Да То есть, я всю жизнь ношу с собой нож И он мне не пригодился ни разу Но Как было бы ужасно Если бы он мне потребовался А у меня бы его не было Да Это как оружие Это Это очень опасная вещь Это очень серьезная вещь Но это очень Я даже не знаю, как сказать С другой стороны Я не представляю свою жизнь без магии уже Просто не представляю А вот расскажите, как вы на бытовом уровне используете магию Никак А почему? Ведь так приятно На этом искусстве жарить яичницу Представьте себе У вас есть Белаз Вы за один раз можете перевезти Не то, что свою квартиру Вещи своей квартиры А вообще там полгорода на этом Белазе Да Вы будете на нем ездить за 100 метров в Макдональдс Всякое бывает Да Когда уже ногами не дойдешь То и на Белазе туда поедешь Я использую магию тогда Когда без этого совершенно невозможно обойтись Вот я Последний раз для себя делал магию Пять лет назад Там у меня была серьезная ситуация И я все обдумал И осознанно Сделал себе магию И моя ситуация изменилась В лучшую Многократно А что значит Сделал себе магию? Ну я разработал ритуал Я его провел То есть вы общаетесь Внешне Внешне Это один из Это один из многих элементов Которые можно делать Внешне Это совершенно не зрелищно выглядит Вот Мне очень понравилась одна история Я ее вычитал Про поводу мастера Фэншуй У человека была коллекция чего-то там Его постоянно грабили Потом полиция находила это Возвращала Его снова грабили Снова находили И короче он устал Он вызвал мастера Шэнсуй Фэншуй пригласил себя Тот постоял Говорит Поставь здесь аквариум Вот именно в этом месте С шестью красными рыбками И что будет? Вместо того Чтобы тебя будут грабить Будут дохнуть эти рыбки Ну да Рыба-кзалка Но головная боль Которую ты получаешь Из-за вот этих всех грабежей Она как бы меньше Человек сопоставил Два этих момента Ставит рыбок Вот они дохнут И он их меняет Она дохнет Он ее меняет И его не грабят Так Это маленькое изменение То есть ты перестал Две книжки у себя на полке И ситуация поменялась Ты сделал маленькое действие И ситуация поменялась Но понимание того Какие действия надо сделать И почему надо сделать такие Так Тогда Это вот как раз и есть магия Вопрос Ваша магия Ваши инструменты Связаны с книгой Абрама Лына Например Другая магия Все простое Да Все мои компоненты Можно купить на ближайшем Строительном рынке Или в супермаркете А то есть Система обращения к духам Все равно я понимаю Так да То есть вы же сами Все равно ничего не делаете Это только один из элементов Есть заимствованная энергия Божественная энергия Или энергия духов Или энергия стихий А есть мои внутренние Которые есть у меня Я могу вполне Своей собственной энергией Сделать что-то Ну вот у меня Болит голова Самый простой пример Вот у меня чашка с чаем Я создаю энергетический шарик Я вкладываю туда Идею здоровой головы Чтобы она не болела Да Я растворяю Этот энергетический шарик В этом чайе Это вот мы сейчас с вами Можем сделать Я вас могу этому научить За пять минут Так И так И вы его выпиваете Все А как делать шарик Да Вы умеете работать Вот в шарике Тепло чувствуете Чувствую Да Теперь чуть-чуть разведите Его чуть побольше Так Вот сейчас еще Все еще чувствуете Ну уже Холодненько так Да Снова соединили Почувствовали тепло Представьте как оно Вот Как будто клубится Как будто дымок Как газовая косырка Так Так И вот Чуть-чуть разведите Вот чтобы просто Пространство возникло Удерживайте Да А теперь как будто Вы снежок лепите Да Так Так Вот вы слепили Снежосик Да Так Если у вас есть сейчас Какое-то больное Или тревожное Или беспокойное место Или еще что-нибудь Или просто вот В сердце вам То есть вы вложили туда Позитив Вы вложили туда хорошее Мы не конкретизируем Даже не конкретизируем Что это Да Раз И я Солнечное сплетение У себя Раз Да Маленький запас энергии Маленький прилив Если бы у вас сейчас Я видел Что у вас есть там Чашка чая То вот мы взяли его И представьте Как растворяется Наш вот этот Ну я же могу сделать Целенаправленно У меня болит живот Я не хочу Чтобы он у меня болел Я вкладываю туда Вот эту Энергетическую капсулу Выпиваю Оно растворяется Расходится Мне перестает болеть живот Ну да Это не лечение проблемы Это лечение симптома Но это позволяет Мне дойти до места Где есть туалет И сделать свои дела Не на улице В положенном месте Как пример Да Ко мне приходит друг Он говорит У меня так голова болит Я не могу вообще Там то все Я ему делаю такой чай Он его выпивает У него перестает болеть голова Он придет домой Он пойдет к врачу Он будет решать свою проблему Но прямо сейчас Мы сняли напряжение Это самое простое Самое элементарное Это моя энергия Это не энергия духов Это не энергия кого-то там И так далее Вот я просто с этим работаю Это один из Я знаю много разных приемов Магических То есть я их долго изучал Отбирал Какие хорошие Какие плохие Ну вот сейчас Вот просто один из многих Я понял Ну что ж Спасибо вам огромное Сергей Еще раз хочу напомнить Нашим уважаемым радиослушателям Что на волнах радиостанции Сангейтс У нас сегодня происходит Передача Терра Инкогнито И в рамках этой передачи У нас сегодня Замечательный гость Сергей Савченко Маг И человек который Умеет читать карты Таро И у него это кстати Хорошо получается И то и другое Вот И можно без хлеба И я уверен Что мы еще встретимся Не раз в наших передачах Потому как Терра Инкогнито Это одна из самых популярных Передач на нашей радиостанции И в этом формате Мы встречаемся Со всеми Экстраординарными Интересными И совсем непростыми людьми Которые рассказывают нам Про свое искусство И вот таким У нас сегодня Является Сергей Савченко Который посетил нас Своим замечательным присутствием И немножечко Раскрыл тайны Своей работы Своего ремесла Которым он занимается Каждый день А именно Карт Ну и чуть-чуть Поделился с нами Магическим шариком Энергетическим Что ж Сергей Огромное вам спасибо За это время Я не говорю вам До свидания Я говорю вам До новых встреч Мы однозначно С вами будем встречаться Вы очень интересный человек Спрашивать у вас Всякие штуки И по магии И по картам И ждем вас В следующем эфире Который мы с вами Оговорим дополнительно Спасибо вам Огромное вам спасибо До свидания До новых встреч Субтитры подогнали Симон